Здравствуйте! Вы на канале Это Интересно, и сегодня я расскажу вам про 10 самых опасных насекомых в мире. Мы начинаем! Овод. Нам хорошо знаком обычный овод, который больно кусается, но есть особый вид человеческого кожного овода, опасность которого в его личинках-паразитах. Самка откладывает яйца на кожу человека или других млекопитающих. Вылупившаяся личинка прогрызает сквозь кожу ход и на два месяца поселяется под ней. Когда личинка полностью созревает, она погибает тело человека. Эти оводы обитают в Южной Центральной Америке. Триатомовые клопы. Они широко распространены в Южной Центральной Америке, Африке, Азии и Австралии. В основном эти виды питаются растительной пищей, но есть и паразиты, которые пьют кровь и человека, и крупных животных. На человека они нападают по ночам и впиваются в его губы. От этого ежегодно умирает до 12-10 человек. Муравей-пуля. Этот представитель живет в Южной Центральной Америке. Он устраивает свои гнезда на основании деревьев. У них очень сильный токсин, который они впрыскивают с помощью мощного жала длиной до 3,5 мм. Боль напоминает боль от огнестрельного ранения. Человек испытывает на протяжении суток. На протяжении этого времени человек испытывает сильные судороги. Муха-цце. Эта муха может предавать возбудитель сунной болезни. По мере развития болезни у человека наступают значительные нарушения в работе нервной системы. Наблюдается сонливость. Сознание становится спутанным. Может наступить кома и летальный исход. Африканизированная пчела-убийца. Главная опасность этих пчел-то, что они агрессивны. Захватывают новые территории и нападают на все, что движется рядом, только роем. Если укусит одна пчела, то большого вреда не будет. Если это будет рой, то у жертвы начнется аллергическая реакция, анафилактический шок, чаще всего заканчивающийся летально. Армейские муравьи. Эти муравьи также передвигаются колониями и не строят муравейников. У муравьев тело достигает 3 сантиметров. Они вооружены мощными жвалами, которыми легко вскрывают плоть. Проделав отверстие, они забираются в рану и продолжают разрушать ткани. Колония может разгрызть слона за неделю. Гигантский шершень. Они обитают в Китае, Индии, Непале, Корее и Японии. Их длина более 5 сантиметров. Своим жалом легко прокалывают человеческую кожу. Атакуя шершень многократно пускает в ход жала, с каждым уколом вырыскивая новую порцию яда. Тот разрушает ткани мышц. Ежегодно от укусов гигантского шершня умирают 30-70 человек. Ланомия. Эта гусеница живет во влажных лесах Южной Америки. Гусеница покрыта со всех сторон длинными волосинками. В них содержится токсин, который очень быстро нарушает свертываемость крови. Отказывает почки, может наступить кровоизлияние в мозг и другие органы. Год погибает 10-30 человек. Многие остаются инвалидами. Красные огненные муравьи. Ощущение укуса у жертвы этим муравьем напоминает жжение огнем. Их длина 2-6 мм. Живут они в центральной части Южной Америки. Ежегодно от укусов погибает более 30 человек. Анафелис или морильный комар. Эти насекомые могут переносить малярийный плазмодий. Кровожадные самки. Они кусают инфицированных людей, заражаются сами и переносят заразу на следующих жертв. За 4-10 дней малярийный плазмодий созревает и размножается. А сам комар на 16-45 день превращается в источник инфекции. Каждый год от малярии страдает свыше 500 миллионов человек. А для 3 миллионов из них встреча с комаром становится смертельной. Вы были на канале «Это интересно». До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова